Здравствуйте, друзья мои! Сегодня в наш омут богословия угодил настоящий лингвист. Были у нас философы, богословы, религиоведы даже, разные люди, но чтобы лингвисты, крупные, да еще из Европейского университета, такое, пожалуй, событие мы должны отметить подробным и вдумчивым разговором. Я рад представить вам Михаила Львовича Котина из Университета Зеленой Гуры, из Польши, и представьте себе, он говорит по-русски и не только. Расскажите немного о себе, Михаил Львович. Ну, родился я в Москве, 59 лет тому назад. Учился сначала в школе с углубленным изучением немецкого языка, потому что она была недалеко от домов, где я жил. Я увлекся немецким языком, отчасти это была заслуга школьных учителей, отчасти потому что мой папа очень любил немецкий язык, немецкую культуру, литературу, и будучи сам инженером, тем не менее, интересовался философией, прежде всего немецкой философией. Одним словом, после окончания школы я решил продолжать образование именно в филологическом направлении. Я поступил в педагогический институт, МГПИ он тогда назывался, на отделение немецкого, французского и испанского языков, на немецкое направление. И был очень удивлен, когда через два года обучения мне предложили продолжить обучение в тогдашней ГДР, в Берлине, в университете имени Гумбольтов. Да, это было совершенно неожиданностью для меня, потому что мне всегда казалось, что там учатся дети высокопоставленных чиновников, партийных лидеров и так далее. Тем не менее, вот... А сколько вы учились в Берлине? Четыре года у меня диплом Берлинского университета, я в 82-м году закончил его с отличием. И после этого, отслужив в армии, потому что там не было военной кафедры, никому было неинтересно, что я учился в Берлинском университете, меня призвали на общих основаниях, я служил солдатом. Вот, очень... А служба была связана как-то с вашим... Никак, никак. Я думал, что она будет связана, но никак она не была связана. Я служил в зенитной артиллерийской части, вот, недалеко от Москвы, потом чуть подальше. Вот, и после уже того, как я начал работать, работал я в полиграфическом институте, потом поступил в очную аспирантуру Московского университета имени Ломоносова на кафедру германского языкознания, она так называлась потом. Сейчас она называется кафедрой германской филологии, если мне не изменяет память. Вот, там защитил кандидатскую. Ну, и после этого началась перестройка. Нужно было что-то решать и как-то совмещать вот свой интерес к науке с зарабатыванием денег. Я работал переводчиком, работал на курсах иностранных языков во Внешэкономбанке, ну, и одновременно на четверть ставки в том же педагогическом университете. И там, конечно, было мое сердце, это понятно. Вот, и после этого, когда открылась граница, когда произошло объединение Германии, я получил вскоре стипендию фонда имени Александра фон Гумбольта, это научный фонд, такой немецкий, и опять оказался в университете имени Гумбольта. Значит, фонд Гумбольта с университетом Гумбольта не имеет ничего общего, это фонд, который дает стипендии ученым разных специальностей разных стран, вот, и, но так получилось, что я опять, будучи стипендиатом этого фонда, поехал проводить исследовательскую работу в университет имени Гумбольта, там, туда же, где я учился раньше. Тогда это было ГДР, а уже теперь это была объединенная Германия. И там, через какое-то время, значит, я защитил докторскую диссертацию, вот, это называется хабилитация, вот, хабилитацион по истории немецкого языка, в частности, по исторической грамматике немецкого языка. Ну вот, и потом работал в вузах Москвы, а в 2000 году опять совершенно неожиданно для себя получил приглашение поработать в Польше. Сначала это была Поморская академия в Слупске, и затем я получил еще две профессуры, одну в Познании, в университете Адама Мицкевича, а вторую вот в Зеленой Гуре. И, в конце концов, я туда, когда уезжал, я думал, ну, два-три года поработаю, рядом Берлин, рядом библиотеки, рядом доступ к источникам, что очень важно, конечно, для германиста, чтобы Германия была близко. Ну, и так вот там задержался. Причем выбрал именно, в конце концов, вот Зеленогурский университет, хотя это провинциальный университет, но это близко от немецкой границы. И я увидел, что я могу в этом университете что-то сделать сам. Мне дали кафедру, разрешили ее назвать так, как это я видел, то есть кафедра грамматики и истории немецкого языка. Вот я ее возглавляю с 2002 года до сих пор. Вот семья моя тоже живет со мной, сын мой тоже работает в этом же университете. Он уже кандидат наук, он защищался в университете Адама Мицкевича в Познане, но он занимается литературой. Скажите, а почему вы предпочитаете работать именно в Европе? Что там такое в университетах, чего нет у нас? Предпочитаю работать в Европе. Ну я так не стал бы ставить вопрос о предпочтениях. Мне предложили, и я поехал, потому что прежде всего думал, что смогу больше сделать именно по своей специальности, иметь связь с Германией. Ну одно дело летать из Москвы каждый раз, а другое дело ездить на машине два часа, и ты в Берлине, ты у источников, ты в своем родном университете, где и учился, и защищал докторскую. Там коллеги, там возможность участия в научных конференциях и так далее. Безусловно, в Европе есть одно огромное преимущество. Я даже сейчас не буду затрагивать материальный вопрос, хотя он тоже, конечно, имеет значение. Но в данном случае, например, нагрузка. Академическая нагрузка профессора в польском университете составляет 180 часов в год или 6 часов в неделю. То есть можно себе представить, сколько остается времени свободного на занятия научной работой. В, не знаю, как в Белоруссии, вот у вас, но в России, к сожалению, до сих пор профессор это прежде всего преподаватель. Это хорошо, нет ничего плохого, но все-таки очень мало времени остается на научную работу. У меня было, когда я уезжал, 900 часов академической нагрузки. То есть как у школьного учителя. Я не мог заниматься наукой. Просто не было времени. Уж не говоря о том, что это были 90-е годы, и там вообще нужно было заниматься самыми разными вещами для того, чтобы просто как-то прожить. Но, конечно, очень большое значение имеет и то, что, например, Европейский университет своему сотруднику оплачивает публикации, оплачивает участие в международных конференциях и так далее. Ну, что греха таить. Значит, в России мои коллеги до сих пор, к сожалению, вынуждены ездить за свой счет. Ну, либо они получают стипендии от фондов РГНФ, РФФИ и так далее. Ну, либо вот мы тоже их приглашаем за наши средства, если каким-то образом так получаем их. Так что мне таким образом удается как-то поддерживать тоже своих коллег, которые живут и работают в России. Скажите, а был какой-то момент, когда вы вдруг почувствовали такую тягу к филологии в детстве? Может быть, вы прочли какую-то книгу, знаете, как это бывает? Такое откровение, что это вот та сфера, от которой у вас горят глаза. Нет, это было очень просто и очень прозаично. Просто я получал в школе пятерки по русскому литературе и немецкому. Ну, и хорошо, если четверки по техническим предметам. Поэтому, само собой, решилось. То есть, понятно было, что я в основном, мои способности и склонности лежат в гуманитарной сфере, а не в технической и не в естественной. А ваш интерес научный, он сосредоточен на какой проблеме? Ну, прежде всего, это история языка. А точнее еще теория языковых изменений. То есть, это теория, задачей которой является ответ на вопрос, почему меняется язык, каковы причины языковых изменений, каковы их механизмы. Причем, прежде всего, не в лексике, не в той сфере, которая вообще подвержена изменениям, и там сложно что-то установить, какие-то закономерности. А вот в грамматике, в сфере жестких структур, в той сфере, где изменения охватывают несколько поколений. И я заинтересовался вот такой проблемой. Как так может быть, что происходят языковые изменения, которые невозможно зарегистрировать, то есть, невозможно определить, кто и когда в какой момент был автором этого изменения. Понятно, что у этого изменения нет автора. Несколько поколений участвуют в каком-то процессе, который имеет начало, имеет какое-то продолжение, но, конечно, никогда не имеет конца. И вот это меня заинтересовало, потому что это парадоксально. Это, с одной стороны, вопрос о том, как меняется язык у человека, у одного человека время его жизни, и у нескольких поколений получается вот такая преемственность и совпадение того, что в науке называется антогенезом и филогенезом. Он есть и в языке, не только в биологии. То есть, развитие языка у ребенка от рождения, от того момента, как он начинает говорить, осваивает язык, и до полного освоения языка. И филогенез, то есть, развитие языка как такового. И вот в последнее время меня особенно интересует вопрос, как они совмещаются, вот филогенез и антогенез. Оказывается, что вот этот принцип ошибки сегодняшнего дня становится нормами дня завтрашнего. Он показывает механизм того, не только как ребенок осваивает язык, но и механизм того, как языки меняются. И эти процессы, ну, не будем говорить, значит, они не абсолютно параллельны, не абсолютно одинаковы, но они во многом похожи. Во многом похожи. Почему это так важно? Почему нужно изучать эти изменения? Вы знаете, это как-то такого философа известного, исследователя сознания Пятигорского спросили, а почему вообще нужно получать образование? Он говорит, а потому не почему, потому что нужно быть образованным человеком. Это, в отличие от естественных наук, практическая польза наук гуманитарных не так очевидна. Но то, что она не так очевидна, не означает, что ее нет. Зачем люди изучают латынь? это гимнастика мозга. Это наблюдение над тем, как сознание работает с самим собой. То есть, рефлексия о рефлексии. Познание мира через познание себя, через познание того, как работает сознание. А проявлением, материальным проявлением того, как работает человеческое сознание, прежде всего является человеческий язык. Здесь мы можем это регистрировать. Как сознание работает с самим собой. Но и здесь же есть, конечно, ограничения, есть границы. Потому что мы не можем реконструировать доязыковое состояние нашего сознания. потому что для того, чтобы установить, когда мы начинаем изучать и когда мы начинаем присваивать язык, усваивать язык и делать его своим достоянием и так далее. Когда язык становится нашим достоянием, мы должны реконструировать а что было до этого, а это сознание человека не может сделать, потому что мы пользуемся языком как инструментом, чтобы объяснить сам язык. И я думаю, что если мы узнаем, как это происходит, то это не просто будет нам помогать изучать иностранные языки или совершенствовать методику изучения иностранных языков. А это поможет нам продвинуться в познании самого сложного, что есть это человеческого сознания, человеческого мозга, человеческого мышления. А откуда у человека язык? Ведь сейчас модная очень теория о том, что есть на начатке языка, например, у дельфинов, у шимпанзе исследования американских ученых, целые тома написаны о том, что есть какие-то знаки, есть способы коммуникации. Значит, человек не так уникален по сравнению с дельфинами? Человек абсолютно уникален по сравнению с дельфинами, шимпанзе, пчелами, муравьями и всеми прочими обитателями нашего мира, живой природы, представителями живой природы. И эта уникальность проявляется именно в языке. Это открыл в свое время, ну, не открыл, но обосновал выдающийся американский лингвист Нон Хомский, в другом Джомский. Значит, он сказал так, что мы делаем одну очень существенную ошибку. Мы судим о языке по его функции. А поскольку ближайшая к нам функция это функция коммуникации, общения, то мы смотрим, вот да, вот животные общаются между собой путем знака, и человек, и люди общаются путем знаковой системы, и вот они как-то похожи, эти знаковые системы. На самом деле функция коммуникации, я в этом совершенно убежден, производная. Производная от другой функции, функции познания мира. А вот то, что человек познает мир именно вот так, а не иначе, с помощью языка, вот это не свойственно животным. Такой русский философ известный, Бибихин, Владимир друг друга не понимает, если они не изучали специально эти языки. Потом язык человек развивается, в отличие от языка животных, он меняется. А главное, что уникально, это то, что человек, и только человек, никакое другое животное, даже самое высокоорганизованное, развитое, не может сформулировать с помощью языка новых мыслей, не может на основании уже имеющегося материала составить новое предложение, соединить именную и глагольную фразы так, что получится какое-то новое высказывание. А если этот человек гениален, то это новое высказывание может быть парадоксальным и в то же время истинным. Вот только человек способен что-то такое в языке выразить, что парадоксальный и в то же время является истиной. Но и дельфины и шимпанзе они же обучаемы, то есть они каким-то образом познают что-то новое, у них какие-то вырабатываются рефлексы. Да, но их язык является отражением этих рефлексов в общении. Ну, понимаете, дельфин не может вести дневник на языке. Язык дельфина не меняется. Дельфины одного океана не будет препятствием коммуницировать, общаться с дельфинами другого океана. вот я вам сейчас приведу такой пример. Это не мой пример, это пример Вендлера, Дзена Вендлера, тоже известного лингвиста, и он подхвачен был Чомским в свое время. посмотрим. Значит, вот, Петя спросил отца, что он наденет на праздник. Кто он? Кто он? Это отец или Петя? Если Петя спросил своего отца, что он наденет на праздник. Ну, понятно, что это отец. А если Петя сказал отцу, что он наденет на праздник, то это уже Петя. Он уже относится к подлежащему, а не к дополнению. Если мы это предложение поменяем, то скажем, вместо придаточного предложения возьмем конструкцию с инфинитивом, с неопределенной формой глагола, то все поменяется. Петя спросил отца, что надеть на праздник. Тут уже Петя надевает. Петя сказал отцу, что надеть на праздник, тут все поменяется. Возьмем какой-нибудь предикатив должен. Петя спросил отца, что он должен надеть на праздник. Петя сказал отцу, что он должен надеть на праздник. Здесь это может быть и отец, и Петя, в зависимости от контекста. Мы имеем ту же поверхностную структуру, но в ней отражаются разные глубинные структуры. Причем здесь дельфины, шимпанзе, разве это возможно? Это совершенно другие мыслительные процессы. Которые отражают грамматика. Которые в том числе отражают грамматика, и лексика, и словообразование, но в первую очередь и в большей степени отражает синтаксис. Синтаксис. Правила не в значении правила, которые являются нормами, а именно правила глубинные, системные, правила, которые живут у нас. Например, с этими предложениями Петя спросил отца, Петя сказал отцу. Каждый человек, который знает язык, это поймет. И ребенок маленький поймет, его не надо обучать. Ему не надо объяснять, что он относится сейчас к этому и к другому. Он это чувствует, он это знает. Он уже рождается этим модулем, который просто наполняется потом словарным каким-то материалом, и он может вот такое предложение составить, и он не составляет никакого труда распознать, прочесть это предложение. Тогда язык — это не слова, да? Конечно нет. Не коммуникация? Нет, это коммуникация тоже, но это функция. Понимаете, вот есть такой ученый, последователь Хомского, Хуберт Хайдер, немецкий ученый, лингвист, Хайдер, говорит так, что функциональные объяснения в языкознании не являются адекватными. мы не можем вывести природу предмета из его функции. Сейчас вам простой пример приведу. Если человек во время дождя становится под дерево, значит ли это, что дерево растет для того, чтобы быть зонтом? Ну нет, он не может объяснить функции. Или, например, если кто-то использует, например, камень для того, чтобы разбить окно, ну что камень лежит, что это орудие для того, чтобы окно разбить? Нет. Если мост, возьмем артефакты, значит, стоит, ну мост строился для какой-то цели, а человек встал под него и тоже вместо того, чтобы под деревом стоять, значит, там спасается от дождя. Вот это вот функциональное объяснение. Мы говорим, ага, человек завораживает коммуникативные функции. Как можно много сделать с помощью языка? Понимаете? И вот это его отвлекает от размышления о природе языка. Потому что в языкознании главный вопрос это не то, чего мы можем добиться с помощью языка. Это тоже важно. А главное, как получается так, что мы говорим вообще, что мы соединяем имена с глаголами, что мы строим предложения сложно сочиненные, сложно подчиненные, разные, выражаем таким образом свои мысли. Вот как это происходит? Вот это, на мой взгляд, и по моему глубочайшему убеждению, является настоящей задачей лингвиста. Хомский об этом пишет. Он пишет, люди могут использовать язык в разных целях. Они могут информировать или дезинформировать друг друга, они могут использовать его рассказывая анекдоты, демонстрируя свою эрудицию и для других разных целей. Но всегда они будут пользоваться тем же самым синтаксисом. Всегда они будут строить фразы по одной и той же модели. Вот изучение этой модели, вот изучение правил, вот этих правил глубинных, по которым наш мозг генерирует фразы, вот это является настоящей задачей лингвиста. Прежде всего, есть там разные другие задачи, понятно. Но грамматика ведь у разных языков разная. Есть японский язык, который очень сильно отличается от немецкого, например. Да. Виктория Николаевна Ярцева, выдающийся российский ученый, кельтолог и германист сказал, сквозь их, написала как-то в 68-м году, если не меняет память, сквозь их, то есть языков, видимое разнообразие и бесконечное разнообразие проступает общая модель. Чомский пишет, языки не так сильно отличаются друг от друга. Что это имеется в виду? Что это отличие есть, но ученый, когда он занимается исследованием, он видит эту общую модель. Посмотрите, вот есть Черное море, есть река Сожи, здесь вот недалеко, есть лужа, есть дождик идет с неба, но разные вещи, но вот химик там видишь, там и там, и там, и там, аж 2О. Вот так же и лингвист должен видеть эти связи. Понимаете? В одном языке, например, с помощью категории глагольного вида выражается что-то, а в другом то же самое выражается с помощью артикля. Вот так бывает. Понимаете, или с помощью модальных глаголов. Вот я как-то исследовал псалтирь на разных языках и написал об этом статью в журнале «Гидарь дославен», «Мир славян», который выходит в Мюнхене. Значит, я там обнаружил, что в немецком переводе псалтири 518 модальных глаголов. Понимаете? А в русской псалтири их всего 38, а в польской 60 с чем-то. А в церковно-славянской один. Но как же выражается модальность? А вот с помощью категории глагольного вида. Понимаете, вот когда по-русски говорим, да не пойду я туда. Что это «не пойду?» Ну, по-немецки нельзя так, потому что между «идти» и «пойти» нет разницы. Там вот «гейн» «не пойду». Он скажет «Я не хочу идти». Или «я не пойду, я не должен идти». И так далее. Ну, какая здесь разница? А вот есть, вот вид в себе содержит модальность, модальность в себе содержит вид. Потом, вот, например, я говорю, пальто должно висеть в шкафу. Мама говорит ребенку «пальто должно висеть в шкафу». Что это значит? Где сейчас пальто висит? Вот где? Вот как вы считаете, вот где висит пальто при таком? Вот как вы это прочитаете? «Должно висеть в шкафу». Явно не в шкафу оно сейчас. Почему? Вполне возможно, что в шкафу. Мама, где пальто? Пальто должно висеть в шкафу. Должно быть, да. Да, должно быть, висит. А должно висеть, значит, возможно, что ее надо только повесить в шкаф. Ну, это же значит, что уже сразу здесь будущее время, оно сейчас не в шкафу и так далее. А с другой стороны, вот другая модальность, так называемая эпистемическая, то есть не деонтическая, не то, что должно, долженствование, а предположение человека, говорящего, что оно висит сейчас в настоящий момент в шкафу. Так вот, ученые установили, что вот это первое значение, которое вы первым, явно не в шкафу, это вот так ребенок понимает, и для него это совершенно однозначно до 14-летнего возраста примерно. Только в 14-летнем возрасте ребенок понимает, что может быть вот это другое второе значение. А понимаете, что это значит, например, для филогенеза? Это доказывается также точно, вот это второе значение, эпистемическая модальность, оно позже возникает при развитии языка. Сначала это антическое, потом эпистемическое. А эпистемическое уже, то есть то, что вероятно так, по всей видимости так. Ну вот, оно возникает позже, мозг ребенка, значит, еще не приспособлен, потом он адаптирует это значение, происходит грамматикализация, и так же в истории языка, как в истории отдельного человека. Филогенез, значит, он накладывается на онтогенез. Вот это является, в частности, развитие грамматических категорий, является темой моей новой книги, которая вот выйдет совсем... А что за книга? Расскажите, пожалуйста. Она называется «Язык и время». Я назвал ее. И заголовок «Очерк теории языковых изменений». Вот она должна выйти в Москве в издательстве «Языки славянской культуры». А скажите, это монография или это сборник статей? Это очерки по теории языковых изменений. Это монография, которую я попытался написать таким образом, чтобы там, с одной стороны, не было того, что называется научно-популярным изложением проблемам, потому что это, как правило, очень часто ослабляет, собственно говоря, то, что мы называем в науке способом доказательства и так далее, упрощает проблему. А с другой стороны, чтобы это не было перегружено действительно терминологически, я думаю, что, во всяком случае, некоторые очерки из этой книги может читать даже не специалист, хотя она в основном адресована филологом, лингвистом. А касаетесь ли вы в этой книге вопроса, откуда вообще у нас язык? Да. То есть у меня глава эта называется «Можно ли говорить о происхождении?» и насколько можно говорить о происхождении языка? Вот Тейсперсон говорит так, что объяснить, как что-то, что уже есть, меняется, мы можем, а вот как что-то получается из ничего, вот это наш разум не в силах объяснить. Это понятно почему. Потому что наше сознание работает с собой. А когда мы работаем с собой, то мы уже являемся языковыми личностями. А что там было до того, как мы стали таковыми, да? То есть мы рождаемся, конечно, как языковые личности, но когда наша способность становится реальностью, когда потенция реализуется, вот от этого момента… Ведь вы же не знаете, когда вы просыпаетесь и засыпаете. Человек не может этого знать, он не может построить теорию засыпания. Потому что вот сейчас я буду стоять, сейчас я уже стою, а что между этим произошло? Вот так же и с языком. Знаете, я очень скептически отношусь к теориям, что язык развивался постепенно, из языка животных, и так вот это плавно перешел в язык людей. Нет. Там произошел, как в Чомске говорит, какой-то взрыв, которому объяснить не в состоянии. Которому объяснить не в состоянии. Кстати, очень хорошо это объясняет, конечно, не научно, а вот та картина, которая есть в Библии. Почему? Потому что, когда мы работаем с собственным сознанием, мы это не в состоянии сделать. А что делает Библия? Она ставит человеческое сознание в зависимости от высшего сознания. И тогда все понятно, все становится на свои места. То есть язык возникает, потому что, как Юрген Трабант сказал, известный лингвист, Бог вдувает в человека, но это, конечно, объяснение образное, но вдувает в человека дух. И в этом духе есть в том числе способность говорить. Вот так, в потенции. Вот тогда все становится на свои места, тогда все понятно. Если какое-то высшее сознание влияет на что-то, что ему родственно, что с ним соотносимо, когда Бог творит человека по образу и подобию своему. А образ и подобие, значит, тот копирует вот эту способность своего прообраза. В Библии же, как сказано, сначала Бог что-то создает и называет. Там очень интересно, там говорится так, значит, Бог говорит, да будет. Сначала он говорит язык, потом это возникает, а потом он называет. Причем он называет иначе, чем говорит. Он говорит, да будет, там светило, и потом и назвал это светило так, солнцем. А потом уже Адаму он передает это. Он говорит, ну, вот называй животных, называй свою жену. И человек вдруг видит, что жена это что-то, свой срок, что-то такое, что мне родственно. И он, муж ища, ища, по древней виске, она будет ища. И она назовется женою, потому что мужа произошла. Ну, по-русски это не понятно, почему она должна заниматься, называться женой. А тут по словообразованию видно, ищи, ищи, значит, соотношение. И вот это понятно. Конечно, таким образом я не могу, как ученый, объяснять явление, но мы этим не занимаемся. Мы можем только это представить как модель, она называется в науке мифопоэтической, в хорошем смысле слова миф. Миф как какая-то неправда, сказка, а миф как особая форма представления реальности. Вот в Библии это есть. В Библии это есть, об этом пишет замечательный русский философ и богослов Булгаков, отец Сергий Булгаков, в своей книге «Свет не вечерний». И об этом писал Гумбольд, лингвист, основоположник лингвистики современной. Он тоже говорил, что язык — это что-то, что заложено в человека богом. У нее была лекция такая. Von Gott in Dimension und Mittelbargelicht. Заложено непосредственно богом в человека. Потом это богом убралось, секуляризация произошла, конечно, просто заложено в человека. Безусловно, здесь, конечно, мы объяснить язык как факт нашего сознания, а это и есть факт нашего сознания, мы можем исключительно, опираясь на какое-то высшее сознание, или никак. Ну или можно никак не объяснять, никто же от нас этого не требует, сказать, ну вот как-то возник язык, а теперь мы будем уже изучать, как он изменяется. Это мы уже можем делать. У нас есть источники, у нас есть литература, у нас есть древние письмена, есть памятники письменные. Мы можем их сопоставлять и видеть, как это происходит. Как приятно разговаривать с мудрым человеком. Друзья мои, мы должны поблагодарить Михаила Львовича Котина, профессора-лингвиста из Университета Зеленой Гуры. Но это не конец разговора. Мы его вскоре продолжим. Продолжение следует...